Это полноценный город. И самое интересное, что всего три года назад на этом месте было чистое поле. Три года назад Дмитрий Анатольевич Медведев, Рустам Нургалич Мениханов и Николай Анатольевич Никифоров заложили вот в этом месте капсулу образования нового города. Потому что через три года у нас один жилой дом за такой срок не строится. А здесь через три года уже появился полноценный город со всей транспортно-инженерной инфраструктурой, со всей социальной инфраструктурой. Это два детских садика, школа, медицинский центр с первым в России IT-университетом, созданным с нуля, со всей жилой инфраструктурой, спортивным комплексом, который существует исключительно на внебюджетные средства, на гранты, на пожертвования, на спонсорскую помощь, который прошел все необходимое лицензирование Министерства образования Российской Федерации и предоставляет IT-образование по магистрским и макалаврским направлениям для студентов, причем не только России, но и жителям любых стран. Образование ведется полностью на английском языке. Большая часть преподавателей – это ведущие преподаватели, профессоры из всех стран мира. Там и Швеция, и Южная Корея, и Канада, и Италия, и Соединенные Штаты Америки, кого только нет. 1200 гектар сейчас застроены лишь малые части. То есть текущая инфраструктура города подразумевает одновременное нахождение здесь нескольких тысяч человек. Создан мастер-план города, в котором перспективная численность населения должна составлять более 150 тысяч человек. С одной стороны, мне кажется, только здесь, с таким фокусом руководства страны, в частности президента, с таким отношением людей, с таким уровнем мотивации, лояльности к власти и государственным проектам этот проект мог появиться. С другой стороны, опять же, в силу работы правительства, их отношения, IT-отрасль в Татарстане – одна из самых передовых в нашей стране. Россия, к сожалению, пока является центром оттока. Специалисты из нашей страны, они уезжают, с одной стороны. С другой стороны, мало того, что мы проигрываем во внешней конкуренции, в России существует еще уникальная ситуация с внутренней конкуренцией. Москва высасывает лучшие IT-кадры из региона. Это вот Сколково? Не только Сколково, в целом Москва. Потому что я не помню сейчас детальные цифры, но львиная доля IT-индустрии и IT-компании приходится на Москву. А Иннополис – это именно такое место, куда высококлассированный специалист может приехать и начать жизнь. Потому что здесь все понятно. Вот садик, вот школа, вот лучший IT-университет в России, а может быть даже и в мире. Вот экология, возможность заниматься спортом, гольф-поля в трех минутах. Формально город откроется 9 июня. Торжественное открытие произойдет с присутствием Дмитрия Анатольевича Медведева и Рустама Нургалевича Мяниканова. И уже после этого начнется активное привлечение IT-компаний, других компаний сектора высоких технологий. Первые жители сюда заехали буквально несколько недель назад. Это в первую очередь сотрудники, преподаватели и студенты университета Иннополис. Это сотрудники тех компаний, которые строят этот город. Я коренной москвич. А, да? Да, я полностью сюда переехал, да. Я изменил прописку, да, изменил прописку, теперь у меня в паспорте штаб Аннополис. Сейчас здесь одновременно проходит этап международной олимпиады по робототехнике. Университет Иннополис стал официальным оператором международной олимпиады по робототехнике. Она ежегодно проходит. Приезжают ребятишки со всей России и даже из других стран мира. И вот у них проходит олимпиада. Продолжение следует...